Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георганко, я ведущий Георгий, и это игра под названием Оксиша Нотан Крюдер. В прошлой серии, ну, позапрошлой серии, нам пришел такой вот совет, очень интересный, я вам скажу, и непростой, который заключался в том, что заменить обычные аккумуляторы на умные аккумуляторы, и это правильный совет, нам бы его только исследовать бы, потому что так просто мы его не построим. Вон, совет этот был несколько несвоевременным, в том смысле, что он уже пришел после создания серии, в общем, следующий, поэтому именно в этой серии, а не в какой-либо другой, я могу учесть этот совет, но не более того, к сожалению. Ну, что ж, что же мы дальше сделаем? Следующее, я еще, знаете, что заметил, что тут написано сжижаемый, а не сжигаемый. Ну, в общем, такое слово я никогда не видел, нет, конечно, понимаю, что оно значит, но раз я такое слово никогда не встречал, поэтому вот такой вот сжижаемый, а не сжигаемый лед. Ну, что ж, это правильно, на самом деле, а то я думал, что это сжигаемый лед, а лед-то не сожжешь, но вот сжижаемый. Получили мы лед. Кстати, я подумал, как лед можно растапливать, можно брать этот лед и отправлять, ну, допустим, в горячую воду, хотя тут источник такой, скажем так, уже ненадолго его хватит, одним словом. И с водой у нас, как всегда, проблемы большие. Большие всегда у нас проблемы с водой, как вы уже знаете, наверное. К сожалению, к сожалению, большие у нас проблемы с водой. Как их решить, я не представляю, ну, точнее, представляю примера, но что-то не выходит ничего у нас для решения данных и сложных таких вот проблем. Итак, кислород и освежители воздуха работают постоянно в непр... Как же все это дергается-то ужас. Глина вот тут появляется зато. Ну, неплохо, неплохо, глина, получающаяся из кислорода. Кстати, мне интересно, он сколько выделяет, использует фильтрующее вещество, да? Выделяет загрязненный кислород, выделение кислорода, да? Да, исчезает часть кислорода, к сожалению. Ну, что ж, жалко, но что поделать, что поделать? Часть загрязненного кислорода исчезает. Но это, наверное, по той причине, что... Лэрия, недоступна еда. Угу. Это очень плохо. Девятый приоритет. Девятый приоритет. И лестница тоже из девятого приоритета. Магматического камня. Вот сюда, пусть она встает. У нас. Постройте колестницу побыстрее. В туалет даже Лэрия не может попасть. Ой. Вот это очень нехорошо, то, что сейчас произошло. Вытереть. Восьмым приоритетом, пожалуйста, вытрите вот эту воду. Это надо срочно делать. Иначе вода тут вся будет, ну, микробной. А это, согласитесь, совсем нехорошо. Все, Лэрия вырвалась. На свободу. Из рабства. И сейчас, надеюсь, вытрут все это. Приоритет даже девятый, я бы даже так сказал. Потому что очень важный этот момент. Что если вода станет, ну, как вы понимаете, несколько нехорошей, то вред будет неописуемым. Неописуемым. Термосенсор. Термосенсор. Энергия появилась. Я так понимаю. Нет, еще не появились эти. Энергоконтроллер. Перекрывает поток энергии. Используя технологию автоматик. Хотя мы можем ли выключать аккумуляторы эти умными аккумуляторами? Можем ли выключать вот эти угольные генераторы или нет? Не знаю. Не знаю. А у него нет вроде входного сенсора. По-моему, у него нет входного сенсора. Уголь в электрическом... Порт автоматики включить-выключить. Есть! Ну тогда это все отлично. Ой. Зря, конечно, построили эти аккумуляторы. Но мы их, к счастью, сможем быстро перестроить. Ну, на самом деле не быстро, но перестроить все-таки мы сможем как-нибудь. Эти аккумуляторы в то, что нам и нужно. Так быстрее вытирайте воду. Отлично. Труд, труд, труд. Отлично. Вытирают воду. Прекрасно. Постепенно тут, видите, грязная вода накапливается. Это прекрасно, потому что вода нам очень даже нужна эта. Можно, кстати, выкопать этот холододых. Он нам пригодится несколько. Кстати, тут как температура? Температура у нас тут... Ой, ну... Не уверен, что оно как-то... Ну, может быть, и помогает, кстати. Может и помогает. Тут температура очень наросла сильно. Очень тут температура выросла. Охлаждение не помогает даже, обратите внимание. 26 градусов. А тут какая температура? 50 градусов, значит, что я не понимаю, как оно тут. Изолированная газовая труба. 13. Наверное, нагревается, я так понимаю. Наверное, нагревается. Но сложная система-то, конечно. Посадите, пожалуйста, быстрее. Может, поможет. Я, по крайней мере... Ну, я не понимаю. Может, надо изолированную сантехнику, точнее... Изолированная газовая труба, магматический камень, нет, песчаник, да. Ну, попробуем, конечно. Конечно, это может как-то и поможет. Но я не уверен, что это... Это что-то изменит. Ну, это да. Все. Задачу, конечно, поставили. Итак, охлаждение. Ну, какое-то охлаждение, наверное, тут должно появиться. Может, холоды захватывать тут. А то пускай сюда. Итак, температура. Это не температура. Я промахнулся. Это у нас не температура. Надеюсь, какую-то пользу оно тут дает. Я искренне на это надеюсь. Хорошо. Будем считать, что дает. Надеюсь, что это что-то тут дает. Не уверен, что дает. Но, может, и дает, а может, и не дает. Хорошо. А если 10 холододыхов поставить? До них тогда еще надо будет докопаться. Это не просто. Да. Лед. Загрязненный кислород. Грязь. И грязная вода. Это тоже надо забрать. Наверное. Да, но вода пока не течет, к сожалению. Аккумуляторы пока исследуются. Базовое исследование. Кислород. Вот тут кислорода нет. Это плохо. Он сюда как бы попадает, но в недостаточных количествах. А вот тут у нас, к сожалению, не копаются колонисты. Девятый приоритет. Отлично. Из чего делать из осадочного камня? Тогда построите так. Даже вот так. Копаете девятым, потом приоритетом вот тут. Потом. 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 А что потом-то? Ну, потом, да, это копать обязательно, конечно, нужно. По-хорошему, надо вот это сюда как-то слить, но это будет непросто. Но мы справимся. А хотя нет, можно же просто, пока это копать не надо, мы просто ее сольем. Только надо бы правильно сливать. Так, хорошо. Плитка тогда. Остаточный камень. Так. У души у кого там? Упал человек. Да, нехорошо то, что упал у нас человек, но что поделать. Из чего они строятся-то? Из гранит. Но это нормально пока что. Это еще нормально. Могло и хуже быть. Температура тут уменьшается, в удивлении. Уменьшается температура, а не увеличивается. Хотя цифры растут, но это растет отрицательное число, поэтому оно уменьшается. Вот. Далее. Что еще мы сделаем? Трудно сказать. Ну, что я могу сказать? Так это то, что я вспомнил сейчас, что недавно читал статью. Точнее, о нет. О нет, я же совсем забыл. Тут у нас кислород. Да что ж такое-то, а? Кислород при такой температуре. Ну, это да. Что-то у нас эти машины вообще разучились работать, я обратил внимание. А они даже и не потребляют энергию. Ну и сюда можно уже не заходить, я так понимаю. Угу. Эти деревья тут уже все. Им помощи никакой не надо. Мукоед. Посмотрим. Посмотрим, как будут действовать дальше колонисты. Грязная вода. Вот эта вода очистилась, а вот эта нет. Очень обидно. Честно говоря, что она как-то все-таки не очистилась. Эта вода. Жалко. Но делать нечего, придется выкачивать это все. Ну что ж, есть у нас хотя бы хоть чуть-чуть воды, которую мы сейчас пустим. Туда, куда ей и место. О, тут у нас гейзер природного газа. Вот этот гейзер, смотрите-ка. Не то, что этот, про который мне советовали сделать. Он, смотрите, этот выделяет 92, а то 340. Так что, вот этот пустим как раз-таки. Смотрите. У нас вот генератор тут. А потом еще вот этот пустим. Вот как раз соединим как раз-таки. Тогда это было бессмысленно. Потому что, ну, он просто высасывал бы больше энергии, чем потреблял. Так вот я уже. Хотя я не уверен, честно. Хотя, может, с автоматикой что-либо сделаем. Но пока... Пока что мы должны докопаться в любом случае вот до этого. Полезного гейзера природного газа. Вот как он много выделяет. Еще тут... Еще есть прохладный паровой источник. Отлично. Только он, по-моему, мало выделяет. 3 килограмма. 6 килограмм. Этот-то мало выделяет. А тут-то вообще... Каплю. Ну, вообще 3 килограмма. Это маловато совсем. Этого не хватит ни на что, я так понимаю. Да. Ну ладно, колонисты пока копаются. И ладно. Сантехника энергии. У нас идет сюда энергия вообще. Ну, вроде как идет. Вода пошла. Сантехник, отлично. Вот у нас и появилась первая очищенная вода. Она идет как-то по трубам там. По сверхсложной системе. Но эта система работает. И это самое главное. Ой, ой, ой. Как-то тут что-то пошло куда-то. И главное, что заработало. Вот что самое главное. Очистка пошла. Очистка у нас пошла. Загрязненная земля начинает появляться. Все. Работает система. Очищается грязь. Очищается грязь. И все. Точка. Ну что ж, очистка идет. И это хорошо. Наверное, надо бы соединить вот это. Пробурить тут вот так вот. Потому что тут температура... Хотя тут они уже умирают. Микробы тут горячая вода очень. Видите? Сильно горячая. Так что я тут даже можно и оставить вот эту горячую воду. Для того, чтобы микробы тут умирали спокойно себе. Никому не мешали. Энергия исчезла. Ах, да. Умные аккумуляторы. На них будет непросто. О, смотрите. Какая тут уже. Смотрите. Сейчас давайте-ка последим за трубами. У нас не... Да. Ну, поняли, что я хотел сказать. Газовая труба снести. Девятым приоритетом. А теперь активируем это. Включить. Девятый приоритет. Отлично. Задача поставлена и будет исполнена. Теперь-то мы можем включать эту машину. Только чуть попозже. Так, холододыхи все еще работают. И кислород. Тут, кстати говоря, охлаждение. Ну, тут какое-то... Ну, какое-то... Какое-то... Кстати, можешь бросить тогда вот это все охлаждение. Тут этими холододыхами их мы перенесем. Я думаю, куда их... В какую сторону-то этих холододыхи ставить? В середину или нет? Вбок, наверное, надо их. Надо вбок, наверное. Ну, ладно. В общем, выкопать и выкопать. Хорошо. Попробуем. Я даже не знаю, честно. Вот это большой вопрос, честно. Выкопать... Ой, нет-нет-нет-нет. Снести просто. Снесите и все. Может, поможет. Может и нет. Трудно сказать. Хотя можно, кстати, термопластины поставить. Это вот это будет хорошо. А мы их сможем сделать? Эти термопластины. Это трудно сказать до тех пор, пока я не посмотрю вот тут. Термопластина. Уже исследовано. Где она теперь у нас? Где термопластина-то у нас? Ну, я ищу ее. Вот она. Ой. 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 Фух. Фух. Ускоряет или тормозит дисперсию тепла. А знаете, почему я так завыл-то? Это потому, что она требовала медь. Я подумал, да это же мы... У них 4 термопластины и все. Только я вот вопрос... Что термоактивность... Термоактивность... Вроде я читал совет такой, что надо не... И не термоактивное, и не термо... И не медленное нагревание. Вот так. Но это я не знаю. Сейчас я хочу проверить, можно ли снести термопластину или нет. Быстрее строите из гранита эту термопластину. Надеюсь, мы можем его снести. Просто она может и вредить, согласитесь. От нее может быть не только польза, но и вред. Так что надо это всегда учитывать. Доставлен гранит. Много гранита надо, да. Это я признаю. Так. Вода пошла, надеюсь. Сантехника, сантехника. Газовая труба. Ну что ж, вода расходится отлично. И генерация кислорода пошла. Смотрите, тут уже кислород пошел... При высоковой температуре. А оно уже все тут, смотрите. Температура так, 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 так. Пошло, 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 пошло. Тут какая температура-то, кстати? 50. Ну вот. Собственно, можно было это и короче, этот путь сделать. Минусовой температуре-то, минусовой температуры. Ага, так, температура сейчас. Ага. Замените, пожалуйста, вот это, пожалуйста, на ибиссолитовую. Надо было глубже это делать, наверное. Но уже понятно, что надо делать. Так, термопластину... Ну да, все, можно это снести. Это ускоряет или тормозит дисперсию тепла. Отлично. Строим. А, где я ее видел-то? Нет. Нет. Давайте-ка вот логично предположим. Где может быть термопластин? Тут ее... Она должна быть тут, но ее тут нет. Я помню это. Значит, она... Вот утилита. Раз нагреть и остудить, там написано. Хотя, утилиты, нагреть и остудить, это несколько странно. Что-что. Это действительно нагреть и остудить. Ну да ладно. Угу. Давайте-ка вот, смотрите. Угу. Вы что, вот тут температура-то, смотрите. Этим термопластинам. Еще, еще, еще. Утилиты. Утилиты. Нагреть и остудить. Ой, какой расход-то этот будет тогда. Ну что поделать, что поделать? Тогда смотрите. Отменим, пожалуйста, развал. Отмена. Отмена сноса. Отмена сноса. Я прям сейчас отлично работаю просто. Может, тогда их вообще вот тут просто охлаждать? Так. Ммм. Тогда термопластины еще чуть-чуть. Утилиты. Термопластин. Ну, песчаник. Он ближе всего. Значит, мы его и должны использовать. Давайте-ка построим тут. Ммм. Так-так-так. Я ищу. Как вы думаете, что? Я ищу. Сейчас скажу, что. Ну и сейчас вы увидите, что. Нет, не тут. Ой. Нет, тут должно быть. Нет, тут или не тут. Ну, вы поняли. Ящик для растений. Только этот горшочек. Я бы его только еще найти там. Давайте я снова предположим. Где будет ящик для растений? В еде нет. Декор. Мебель. Мебель. Песчаник тоже. Вот тут. Хорошо. Вот и славно. Вот и славно. Поставили ящик для растений. Ммм. Кислород при 50 градусах. Но он очень быстро остывает. Обратите внимание. То есть можно было и без этих труб обойтись. Итак. Ну, охлаждается он. Да, надо было пониже. Ой. Это я, конечно, зря, честно. Можно было и по-другому сделать. А это уже все поздно. Печание, гранит. Надо было по-другому. Еще с аккумулятором у нас проблемы. Ой, сколько у нас всего проблем-то этих. Нерешенных. До сих пор нерешенных проблем. Ну, мы хотя бы раз сделали. Я просто не знал, как это все работает. Так что... Прощается. Так, вода. Микроб вымирает прелестно. Вот у нас грязная вода. Микробная пусть. Чуть-чуть микробная. Но она чуть-чуть микробная. Значит, не считается. Кстати, она почему-то, по-моему, все микробы вымерли в ней. Или она просто захватывает воду пока что. Безмикробную. Посмотрим. Уголь. Вода. Сантехника. Слизь. Природный газ. Смотрите, как быстро заполнилось все тут. Дальше копайте. Дальше копайте. Лестница из осадочного камня. Где... Угу. Надо все еще на провода переводить. Я все это забыл. Не забыл, а как-то отложил. Взял и отложил. Тут уже все перегружено. Это хорошо. Так, подождите. Давайте подумаем. Ммм... Трудно сказать. Ну, смотрите. Давайте-ка посчитаем. Природный газ. 340 грамм в секунду. То есть... 340. А значит, генератор на природном газе сколько будет генерировать? Ой. 90 на 2 800. Уже 2 это будет. А это уже будет 1180. Если бы это как-то все распределить. А, кстати, он извергается еще очень часто. То есть... Лучший генератор, что нам повезло, в общем. Надеюсь, мы не умрем в этой колонии. Потому что нам очень сильно повезло с этим генератором. Да. Вот только как воздух туда нести. Можно нести, конечно, по трубам и в генераторную. Это, на самом деле, наиболее, наверное, оптимальный вариант. Будет. Потому что... Так. Вода, вода. Магма. Есть, на самом деле, просто два варианта. Так все это обустроить. И я думаю, как же их востроить. Да, кстати, тем... Кстати, да. Может, в две трубы? Кстати. Может, кстати, в две трубы? Взять это все. Ой, как сложно это все реализовать-то. Это очень сложно, на самом деле. Теперь, когда я увидел вот такой вот генератор газа... Тоже, кстати, посчитать, сколько вырабатывать будет. Но жалко, энергия, часть потеряется на вот это. О, я вспомнил, что у нас еще этот... У него же этого генератор-то можно усилить. Итак, давайте посчитаем сначала. Выделяет грязную воду лучше над резервуаром. Ну, лучше, не лучше. Построить мы такой не можем. Так, 90 на 2. 180. И еще два раза, я так понимаю, это будет 360. Да. То есть, как минимум, 4 надо. В любом случае. 4 генератора, да. Ну, будем это считать с учетом как раз-таки вот этого. И с учетом извержения. То 4 генератора, как минимум, генерируется. Они тогда будут энергии предостаточно в целом. И поэтому можно их тут только-только тут строить. И больше нигде. Как раз-таки можем пока без этих аккумуляторов обойтись. Но вечная энергия, это, конечно, хорошо. Стеклоплавильня, бесполезная вещь. Увы. Поэтому, что мы с ней сделаем? Как вы думаете? Ну, вы уже догадались, что мы с ней сделаем. Раз. Давайте-ка. Трудно сказать. Поместится или нет? Раз. Два. Три. Поместится, да не совсем. С одной стороны поместится, с другой нет. То есть, вода просто стекать будет не туда, куда ей надо постекать. Как вариант снести вот эти угольные генераторы. Это, в принципе, возможно. Но сложно. Так. Ну, в принципе, тут у нас, кстати говоря, система энергетическая всегда работает не на полную мощность. Так что... Потому что вот эти вот кистилляторы не работают и так далее и тому подобное. Поэтому мы можем воспользоваться тем же проводом. Но улучшенным, конечно же, до сих пор. Медь. И вот туда медь. Давайте восьмой приоритет. Давайте даже седьмым приоритетом. Хотя оно тогда никогда не сделается. Но что поделать. Ой. Ну вот, пока что поставили задачу. Просто нельзя увлекаться этими приоритетами. Строительство недоступно. А, помним почему. Открыли. Да, это, конечно, я не заметил. Знатно. Кислород, кислород, кислород. Может объединить пока эти все трубы. Хотя тогда часть кислорода будет теряться. Ну ладно. Что ж поделать. Может, кстати, действительно объединить их. Ну как-то там будет как-то работать все. Как раз и энергия будет экономиться, кстати. Это вот это хорошо. Но по-хорошему надо несколько по-другому это сделать все. Да, я понял, в чем была моя ошибка. И как надо было на самом деле все делать. А я вот сделал не совсем так, как нужно было. И вот результат. Трубы, ну хотя бы хоть как-то охладили на самом деле. Изолированная газовая труба. Ну там, да, температура очень подвижная, скажем так. Ну хоть как-то там тут что-то охлаждается на самом деле. Постепенно. И тает, тает очень быстро, кстати. Ну так себе тает. Ну ладно. Естественный холодильник. Трудно сказать, как правильно сделать. Честно говоря. С этими трубами. Но у колонистов пока есть задачи свои. Вот эти термопластины пока что. Да, задача у них безусловная. Ой, как их долго строить-то эти термопластины. Вот этого я никогда не мог предположить себе, что вот скорость строительства термопластин у нас будет такая продолжительная. Дисперсия тепла. А может, кстати говоря, ладно. Ну посмотрим. Ну посмотрим. Можно пока без вот этих верхних термопластин. А вот эти, кстати, плитки надо из-за бестолитового перестроить. Ой, как все трудно тут, все оказалось. Почему они такие сложные, эти термопластины? И тут плитку надо было построить бы. Несколько из другого материала. Угу. Да. Не повезло. Теперь думать придется годами. Тут температура уже все нагрелась. Ублекислый газ, все тут. Да. Ну плитку, нет, ну плитку они тут годами будут строить. Это ясно и понятно, что не скоро тут что-либо произойдет. Что тут не скоро что-либо произойдет, и что-либо мы сможем сделать. Ладно. В общем, подошла серия у нас к концу. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. И в этой серии у нас произошло то, чего я никогда не мог себе представить. Та серия раньше... Ну а серии раньше были, ну, редкими достаточно. И я думал, что уже все, как бы, что тут колония, ну, несколько неудачная получилась. А оказалось-то, вот оно что. Оказалось, тут колонию, наоборот, очень жалко терять. Так что, в общем, спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки, если вам игра понравилась. Потому что именно по ним я понимаю, стоит ли делать новые серии по этой игре. Или же нет. Чем больше лайков, тем больше серий. Вот. Спасибо.